Мы предполагаем, что для функции вербикса мы знаем на целом, что это есть у маленькой от х при х с тремя части бесконечности. И в этом положении хотим сказать, что от ловения фары есть о маленькая от единицы при х стремящейся бесконечности. Мы уже поняли, что для этого нам достаточно доказать то, что мы называли утверждением 2, вот оно еще живо на доске, что вот этот интеграл есть у маленькая от полу квадрата, а для интеграла у нас получилось вот это вот вражение. А для интеграла с функцией вербикса у нас имеется вражение из теоремы о представлении наибольшего общего делителя двухчисел. Таким образом, нам достаточно доказать, что вот такой вот интеграла, значит, гимн, находясь сейчас на правой части доски, превращается вот в какой-то интеграла. Сумма по АВ от единицы до куб. Мет на агром, который мы не переписываем. И это надо умножить на вот этот интеграла, про который мы доказали, что это есть АВ в квадрате. В процессе доказательства справедливости, что сама у меня квадрат не потеряли. На 12 АВ, и мы хотим про это доказать, что это есть у маленькая от у квадрата при у стремящей бесконечности. И этого будет достаточно для того, чтобы отсюда вывести это. Поработа с последней суммой достаточно техническая и день в себе не затягивается. Тем не менее, проделать надо. Нам известно, что вывод на вот это вот раз. Ну что тут значит? Это значит, что если мы возьмем произвольное вещество больше, то существует АА, завище от епсела, такое, что если х больше этого салва А, то М от х меньше, чем епсел ложит на х. Это помогло, потому что мы не знаем, как нам положить на х. Но вот это завище этого, конечно, помогло. Итак, давайте оценивать нашу сумму. Но понимаете, как это неприятно, что вот эти вот множители здесь, если А и В маленькие, то они маленькие. А вот если А равно Ку, то тут М от единицы, эта величина не оценивается так хорошо. Поэтому, значит, здесь надо разобраться. Давайте эту сумму назовем 7, и со слагаемых, для которых есть нитривиальное понижение функции мёппуса, мы будем действовать одним способом, использовать нитривиальное понижение. А две слагаемых, которые нет нитривиального понижения, но мы как-то подробно сейчас не разберемся. Итак, нашу сумму мы разобрем на две суммы. Сумма 1 и сумма 2. Либо А, либо В, таково, что для соответствующей функции мёппуса есть понижение. То есть, либо А таково, что Ку на А больше, чем А. Вот это А, Д. Либо В таково, что Ку на Б больше, чем вот это А. А в сумме 2, значит, здесь все просто. У нас и А таково, что Ку на А меньше А, и В таково, что Ку на Б меньше А. Ленин, строгая где-то не строгая. Где-то надо строгая. Ну, давайте здесь вот строгая, где строгая. И отдельно с каждой суммой расправимся, а потом подумаем, как нам это сделать. Ну, давайте с суммой 1 расправимся. Итак, сумма 1. Что мы знаем про сумму 1? Либо вот А, он иначе, в сумме 1. Ну, вот это ни разу что означает? Это значит, что А меньше, чем Ку на А. А это ни разу значит, что В меньше, чем Ку на А. То есть, да. А 0 с лагаемых ограничено вот этим величиной Ку на А больше. Ну, может быть, А ограничено, может быть, Б ограничено. Ну, давайте считать, что А ограничено. Сумма меньше равна. Я думаю, что сумма по А, не превосходящая Ку на А. А, да, а Б, ну, как бы забыраться быть? Ну, любое. Ну, знаете, если Б больше Ку, вот тут уже слагаемый нулевой будет, поэтому давайте, так, Б в этом знаку. Давайте разбираться. Раз А у нас ограничено, при этих условиях у нас имеется вот такая вот оценка. Поэтому вот это вот М от А до месяца мы оцениваем как Эксел на какой-то маргументу Ку на А. Про Б, про второе слагаемое С, Б ничего не можем сказать. Ну, есть привиальное оцениваем, что М от Х по модулю не превосходит Х, и сюда, там не больше, чем у нас слагаемый, поэтому оцениваем модуль в первую сумму. Модуль в вторую сумму будет Ку на Б. Ну, там еще вот этот наибольший общий делитель перепишем. Ух ты, 12. А, Б, значит, что тут еще нехорошего? А, тут либо А, либо В оценивается, а я думаю, что А оценивается. Ну, для Б, вот такая же сумма, в этом здесь просто 2 поставлюсь. Значит, все этики превосходят. Эксел разделить на 6, У квадрат. А тут уже, честно говоря, можно написать, что это будет сумма по А и В от единицы до бесконечности. Если мы добавим слагаем это, не уменьшится сумма, не уменьшится. И здесь можно написать АВ в квадрате, а тут А в квадрате В в квадрате. Ну, теперь давайте сгруппируем слагаемое с одинаковым наибольшим общим делителем. Значит, если у А и В наибольшей общей интегралю Д, то А равняется 2А1Д, В равняется 2А1Д, и тут наибольшей общей интегралю, если они не перепутаются. Поэтому вот это, по множеству, я писал на 6, у квадрата, мы оставим, здесь будет сумма по Д от единицы до бесконечности, Д квадрат, а здесь будет А1 в квадрате, Д квадрат, В1 в квадрате, Д квадрат, вот эти квадраты, вот эти квадраты, и сумма еще будет по А1 и В1, да? Ой, да, мы что-то будем взаимно просто, ну это, ну это же такая мелочь, давайте я не буду писать условия, чтобы А1 брать взаимно просто, напишу от единицы до бесконечности, но тогда я здесь не должен писать равно, я должен написать меньше равно. Ну и тут мы видим просто счастье, потому что Д квадрат, а там 2 раза Д квадрат, сумма распалась, это просто на просто равно. Сумма Эпсилон на 6 у квадрат, сумма по Д, А1, В1 от единицы до бесконечности, 1 Д квадрат, А1 в квадрате, 2 раза Д квадрате, то есть это есть Эпсилон на 6 у квадрат, ну еще можно какое-то число, какое-то квадрат на 6 у квадрат. Прекрасно, сумма 1, значит, выбор, сумма 1, она не превосходит. Одна 6 у квадрат на 6 у квадрат на 6 у квадрат, то есть она вполне соответствует тому, что она нам, 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 чтобы эта интеграция была помаленькая от у квадрата, и тут у нас прекрасно перед у квадратом вылезть множество Эпсилон, с которым все начинается, что для любого затрата на 6 у квадрат, это как раз наше маленькое эпо квадрат. Тот, что квадрат. Поэтому выкрунув, касающиеся первой суммы, я саду, и нам поставить этот запрос только со второй суммой. В сумме 2 аргументы не достаточно большие, чтобы к ним можно было применять эту атлетическую оценку. Значит, никакой не тривиальный оценок у нас нет. Нам надо применять оценку тривиальную, только ее от x не превосходит x. Ну, что поделать, будем применять. Значит, сумма 2 вымирала, сумма 2 по А и В. Чтобы функция мёркуса была содержательная, ненадоимая, надо, чтобы аргумент у нее был, по крайней мере, большей. Вот такое, вообще, ну что же, для функции мёркуса только тривиальная аценка. Значит, здесь будет у Q, Q на А, Q на В, АВ, в квадрате 12 АВ. Ну что же, ну что же, ну что же, сумма 2 не превосходит. Ну, то же самое, АВ в квадрате, на ней больше, очень листы, на то будет А квадрат, В квадрат. Вот, давай-ка посмотрим, что здесь у нас за сумма. Когда мы оцениваем сумму 1, мы с вами уже посчитали, что такой вот ряд сходится. А что мы имеем здесь? Сумму, у которой и А, и В оцениваются снизу. То есть, в области А и В у нас слагаемые, присутствующие в этой сумме, все соответствуют вот этому сектору на плоскости, когда и А больше уделить на А, и В больше уделить на А. Q у нас величина стремящейся бесконечности, поэтому хвост вот этого ряда стремится к нулю при звуку стремящейся бесконечности. То есть, у нас получается, что сумма 2 есть просто-напросто у маленького квадрата при звуку стремящейся бесконечности. Просто, потому что вот этот квадрат умножается на величину, которая с ростом Q становится все меньше и меньше. Таким образом, мы установили, что и первая сумма при достаточно большом Q не превосходит Epsilon в квадратном порядке, и вторая сумма, таким образом, мы получили, что вся сумма есть у маленького от Q квадрата, что нам в сущности надо было сделать.